Всем привет! В области пожарок американцы тоже отличаются от прочих людей. Сегодня наш рассказ о самобытном типе машин США под общим названием Custom. Во всем мире для таких машин используются шасси грузовиков с минимальными доработками. В Штатах такие машины тоже есть, но встречаются обычно только в небогатой глубинке. Для больших же городов десяток производителей собирают особые аппараты. Так они зовут свои машины на специальных шасси с многоместными кабинами, открытыми пультами управления и хитрыми надстройками. Интересно, что компоненты от кабины двигателей до сирен и маячков для всех делают сторонние производители. Но мало этого, именитые марки часто используют шасси друг друга, оставаясь конкурентами. Классический для США 70-х годов огнеборец этакий собирательный образ. Настройки фирмы Фарар. На шасси Саймон Дюплекс с расположением органов управления и вводом-выводом на передней панели. Такая компоновка была очень популярна в западных штатах. Кабина производства Трак Кэп Мануфактурерс. Звалась Цинцинати по месту рождения. Использовалась двумя дюжинами производителей. Другой необычный пример уникальная 45-метровая лестница из Чикаго. Шасси с вынесенной кабиной Хендриксон. Некогда грузовая марка. Настройка известный пирс. Сама лестница японской Марита. Самая известная машина серии 900 от одной из старейших и главных местных марок Американ Ла Фрэнс. По фамилии владельца к Франции отношения не имеет. В отличие от многих была полностью собственной разработки. Двигатели коробка не в счет. С узнаваемой округлой кабиной. Однако в последние годы продажи стали падать. И в 1995 году Альф разорился. Но в следующем году был куплен фрейдлайнером. И в серию пошла новая модель Eagle. Позже Metropolitan. На фото невиданная в мире и любимая в США прицепная автолестница с таким тягачом. В Штатах их называют Тиллер. Особенность ее в том, что ось прицепа поворотная и управляется из будки сзади. Увы, новая модель не спасла фирму. И производство машин было свернуто 12 лет спустя. Не понравились они местным пожарным. Рынок США очень специфичен и непредсказуем для любой продукции. Популярные в США комбинированные машины называются Quint. От латинского 5. Они сразу насос, цистерна, рукавник и еще имеют раздвижную и переносную лестницы. Это машина семейства Cyclone 2. От авторитетной Emergency One с финским подъемником Bronto. Обе принадлежат американской компании Federal Signal. Несколько поколений Иван носили непогодные имена. Ураган и Тайфун. В прошлом году к своему 40-летию Иван приурочила новейшую серию Quest с 550-сильным дизелем, автоматической коробкой передач и элементами из композитных материалов. Известность фирме Ferrara принесла серия пожарных машин Inferno с увеличенной плоскостью остекления. Марка основана в 1982 году крупным бизнесменом и заодно добровольцем пожарным в штате Луизиана. Когда-то авиакосмическая фирма Grumman активно развивала пожарные направления с кошачьими сериями Firecat, Aerial Cat и Panther, скупая разных производителей. Это классическая комби-лестница Aerial Cat 1993 года, длиной 55 футов, на шасси Simon Duplex. Компанию Grumman основал инженер самолетной отрасли Лерой Груман с партнерами в 1929 году. В основном она известна как производитель широкой номенклатуры самолетов до 80-х, а также 13 модулей для лунной программы Apollo. Кроме того, выпускала автобусы и специальную серию алюминиевых фургонов для почтовой службы США. В конструкции всех машин широко используется крылатый металл, вследствие чего многие машины находятся в строю до сих пор, спустя два десятка лет после закрытия производства. Толчок к развитию моделей объясняется приобретением в 70-х годах двух именитых фирм Хофф и Орион. Однако в 1992 году пожарное производство всей Grumman было выкуплено фирмой КМЕ. Компания Hendrickson, свернув грузовое производство, занялась грузовыми мостами и трансмиссиями. Однако пожарное производство выделилось в самостоятельную фирму HME, активно выступающей на местном рынке. Машина серии RAT – это не про крысу, а сокращенно от Rapid Attack Truck, названная так из-за короткой базы, повышающей маневренность. Необычно, что на ней установлен подъемник австрийской марки МЕЦ. Местные не любят импорта, даже качественного. Ее конкурентом выступает местная КМЕ – Ковач Mobile Equipment, основанная отставным военным Джоном Ковачем и управляемая сперва его сыном Джоном Ковачем, а теперь и внуком по имени, да, Джон Ковач. Но в своем деле они толк знают, начиная с первого поколения машин с милым имечком Renegade. Для них были характерны открытые сзади кабины Canopy Cup, популярные в южных штатах решения и стоячий пост управления. КМЕ активнее прочих занимается экспортной программой. На его шасси строят машины несколько зарубежных фирм, включая Египет, ЮАР и даже Саудовскую Аравию. У себя дома он популярен в тяжелых сегментах, включая военные и индустриальные. На фото тяжелый Квинт КМЕ – Predator с лестницей Ariel Cat. Права были выкуплены у концерна Грумман. Из классических грузовиков производителей США комплектные пожарные машины строили лишь единицы. В их числе когда-то был и Кенворд. До начала 80-х в программе было специальное шасси L700 с бескапотной низкой кабиной, но массовым оно так и не стало. Другое дело марка МАК. Его специальные пожарные машины оснащались как своими настройками, так и десятками сторонних марок. Серия CF600 была очень популярна до конца 80-х. Один из старейших производителей грузовиков США МАК долгое время славился собственными пожарными машинами. Первая комплектная пожарка появилась еще в 1911 году. Резкий толчок последовал в 1956 году, когда были выкуплены права на разработанную разорившейся Аренс Фокс бескапотную модель, известную как C85. В дальнейшем она послужила базой для следующей модели – C95 и CF600, ставшей одной из самых популярных машин в свое время. Марке МАК принадлежит и Рекорд – самый мощный городской пожарный автомобиль США. В 1965 году для пожарного управления Нью-Йорка был разработан прицепной автопоезд под собственным именем Super Pumper System. Установленный на прицепе насос DeLaval перекачивал 33,5 тысячи литров в минуту и приводился в действие дизелем на Эмпер Делтик мощностью 2400 лошадиных сил. Работу обеспечивал комплект из трех стандартных машин C85 – две цистерны и один рукавной ход. Последней серией комплектных пожарных машин марки стала МС в конце 90-х, основанная на семействе французского Рено, владевшего к тому моменту МАКом. Одному из ведущих производителей американских пожарок фирме Pears исполнилось 106 лет. Солидный срок, широкая программа, большие объемы, передовые технологии – все это сочетается со странными, но традиционными решениями. Вот этот полноприводный тендер серии Aru XT изготовлен для антарктической станции, при этом оборудован наружным открытым пультом управления. Вот это сила традиции. В его программе и самый тяжелый тиллер с трехосным тягачом Pears Impel. Длина вылета лестницы 34 метра, по вертикали и 30 по горизонтали. При этом автопоезд перевозит расчет из 10 человек, 1100 литров воды и 200 литров пенообразователя, рукавное и прочее оборудование. Нелегко идут дела в Штатах у самого крупного в мире производителя противопожарных средств – концерна Rosenbauer. Он уже больше 15 лет пытается пробиться на рынок, скупив пять именитых местных марок. И только с появлением собственных кабин, его новая серия Centurion начала активно продаваться. Самым последним стал 34-метровый подъемник – Тиранозавр Rex с обилием электронной начинки. Самый классический на сегодня американский кастом носит известное имя Sea Grave. Фирма существует с 1881 года. С появлением в 1979 году модели Patriot она достигла местного Олимпа, заключив многолетний контракт с пожарным управлением Нью-Йорком. Позже ее сменила серия с поразительным для спасателей именем Мародер, но компания по-прежнему обслуживает крупнейшие мегаполисы страны. Своё имя Марка Спартан получила по имени города Спартанбург. Логично, что самое ходовое шасси называется Гладиатор. Оно очень популярно у других фирм, его покупают чаще всего. Пожарно-спасательный Сириус, часто используемый в штатах решения, да оборудована фирмой Смел. Еще один авторитет частной фирмы – Сапфин, управляемая пятым поколением одноименной семьи. Самым богатым оснащением славится флагман Марки по имени Монарх. Когда-то он был машиной самой широкой кабины. По техническим характеристикам продукт ничем не отличается от конкурентов. Ныне уже не существующая, но до сих пор почитаемая Марка Варт Ля Фрэнс, основана племянником другого Ля Фрэнса. Долгое время славилась своими новациями в пожарной теме. Лимонный цвет, как популярный теперь во всем мире у служб спасения, был предложен именно ей в 1971 году. Ее модель P-80 Ambasador со сложным рельефным лобовым стеклом часто используется даже после нескольких капитальных ремонтов. Эта машина 1970 года выпуска была обновлена в 1985 году фирмой Young и в 1999 году фирмой Central States. К теме американских огнеборцев мы еще вернемся и поговорим о классических машинах. Поэтому ставьте больше лайков, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Всем пока и до новых роликов!